11 декабря пройдет референдум по изменению Конституции. Всего на народное голосование будут вынесены 26 поправок в Конституцию, касающиеся полномочий президента, главы правительства, депутатов, судей, прав и свобод граждан. Предлагаем изучить основные из них, чтобы знать, за что вы будете голосовать 11 декабря. Полномочия депутата Чухорху Кенеша Если сейчас депутат не может совмещать депутатскую деятельность с иной государственной или муниципальной службой, то с принятием поправок депутат сохранит свой мандат, став, например, премьером или его заместителем. По нынешней Конституции министров освобождают от должности только президент. По представлению премьера, глава правительства по новой Конституции сможет самостоятельно назначать и увольнять членов Кабмина, кроме глав ГКМБ и Госкомитета по делам обороны. По действующей Конституции для назначения гемпрокурора достаточно согласия всего одной трети депутатов. В новой редакции назначать и увольнять гемпрокурора может только президент с согласия не менее половины голосов депутатов. Сейчас сроки давности преступлений прописаны Уголовным кодексом в зависимости от степени тяжести преступления. В новой редакции отменяются сроки давности к преступлениям геноцида и экоцида. Верховные судьи за небезупречные поведения сейчас привлекаются к ответственности в порядке, определяемым конституционным законом. После редакции Конституции судьи с небезупречной репутацией не смогут занимать государственные должности и лишаться всех преференций и льгот. По нынешней Конституции ротацией и назначением судей местных судов занимается Совет по отбору судей. По новой Конституции ротацию судей местных судов будет осуществлять президент, а за их добропорядочностью будет следить дисциплинарная комиссия при Совете судей. Все, что касается международных решений. Сейчас международные договоры стоят выше решений местных судей по правам человека. После поправок местные суды будут самостоятельно решать, применять или нет нормы международного права. В действующей Конституции лишить гражданства не может никто. С новой Конституцией государство может лишить человека даже гражданства. В каких именно случаях, не уточняется. Новая Конституция запретит также однополые браки. В существующей редакции вступить в брак может любой гражданин, достигший брачного возраста. Стоит отметить, что в действующем семейном кодексе заключать брак возможно исключительно между мужчиной и женщиной.